15 сентября. Рекомендации и прогнозы это четверг. Неблагоприятный день для начинаний. Я напомню о том, что у Меркурий ретроградный. Лидерство или состояние полной пустоты вокруг. Это связано с памятью, проявляющейся либо как знание, либо как обида. Если вам удалось справиться с этим вчера, то этот опыт позволит ощутить в себе внутренний ресурс силы, характера и наличие лидерских качеств. Если прошлое вчера не отпустило, то плохие воспоминания могут усугубиться, а неуверенность и опустошение волевого начала в себе усилятся. Надо постараться исправить все мелкие ошибки, пока они не переросли в одну крупную, избавиться от которой будет очень сложно. Солнышко по дизайну человека попадает в 47.6. Раскаяние. Непреодолимое ощущение утраты смысла. Призыв выйти за пределы разума. Не думайте, что вам удастся размышлять о жизни и в то же время прожигать ее. Постоянное копание в себе приводит к мысли, что умом жизнь не понять. Приходится прочувствовать. Реализуем через 22.6. Изощренные. Простота, элегантность являются наиболее ценными качествами. Ваше спокойствие, искренность и объективность благотворно влияют на любую ситуацию. Пребывая в безбентежности, вы легко справляетесь с любой конфликтной ситуацией. Помимо этого, дизайн человека дает посыл. Не поддавайтесь критике окружающей, чтобы не стать жертвой сомнений. Полагаясь на свою внутреннюю гармонию, вы обретаете ясность в мыслях и делаете шаг. Вы используете воображение, чтобы выйти из кризисной ситуации и помочь окружающим. Вы настолько жили со своей истиной, что она стала осязаемой реальностью. И это производит огромный эффект на других людей. В целом, эмоционально-ментальный манифестер с подключкой к информационному полю Вселенной, когда приходят инсайты, знаки. Это могут быть сомнения, страхи, а может быть и вдохновение или позыв к какому-то действию. Например, у Пушкина был вот этот центр, ему стихи пришли во сне. Или Менделеев, ему тоже таблица Менделеева пришла во сне. В общем, это какие-то определенные сигналы, на которые нужно реагировать. Это может быть день, когда будет какое-то предзнаменование или предупреждение свыше. Воспользуйтесь этим. Это может быть сигнал вашего ангела-хранителя, когда нужно поступить. Или наоборот, чего делать не стоит. Абсолютная невинность и чистота. Умение что-то исправлять. Стремление к желаниям, революционный настрой что-то изменить, защитить близких, желание пробудить других, стремление к переменам будет ощущаться очень сильно, потому что манифестирование из эмоций идет аж по двум каналам. Поэтому важно быть в контакте со своей эмоциональной волной и не принимать решения, когда мы на пике или на спаде этой эмоциональной волны, или вот нам захотелось как-то резко. И очень важно от этого отделять эмоциональную волну от того, что можно назвать откликом. Буря чувств и важно, чтобы все выражалось красиво и осторожно, чтобы не навлечь беды. Не действуем на эмоции. Вся надежда на осознанность генераторов. Когда транзит идет априори не сакральный, то есть полностью открытый сакрал, это говорит о том, что сам транзит не действует, и человек не может почувствовать свой собственный отклик, если он, например, манифестер, проектор или рефлектор. То мы вспоминаем о том, что 70% людей генераторы, а генераторов нужно любить, генераторов нужно жалеть или относиться к их ресурсу как-то позитивно, чтобы они не истощались. Потому что именно они заряжают все остальное общество. Если манифесты разлятся, или если проекторы чувствуют бессилие, или рефлекторы не изумляются и все погружаются в какую-то тоску, это значит, что генераторы фрустрируют. А почему? Потому что их могли загнать совершенно не туда, заставить их делать что-то совершенно не то, или просто они перерабатывают. Поэтому берегите генераторов. Также избавляться от сомнений очень важно. Почаще пребывайте в настоящем моменте, здесь и сейчас, наедине с природой. Я часто в последнее время бываю в новых районах, и мне они почему-то не нравятся. Там не так много природы, там много заборов. Для того, чтобы туда попасть, нужно каким-то ключом специальным обладать. С одной стороны, это защита, а с другой стороны, мне кажется, это клетка. И вот такая вот природная атмосфера, мне кажется, все-таки немножко лучше в этом ключе. Стремитесь к вере в лучшее. Возможно, получение большого количества опыта в этот день. Главное сделать правильные выводы. И это четверг, день Юпитера. В этот день очень важно никого не осуждать и не критиковать. Особенно женщину в этот день табу на то, чтобы критиковать мужчину. И лучше всего, если вам встречаются какие-то мужчины в опыте, как-то наклониться так незаметненько и как бы поклониться всем мужчинам, которые мимо вас проходят. Это могут быть водители, это могут быть люди в магазине, на кассе в очереди. Это могут быть соседи. В общем, кто угодно, кто вам встречается. Даже в метро, если едешь на эскалаторе, там много мужчин. И вот так вот, как бы про себя кивать, это на самом деле поднимает немножко мужскую карму, женскую карму. А когда пилят мужика, как бы рано или поздно мужик уйдет. Или кому-нибудь точно это дело надоест. Очень важно развивать щедрость и также как бы беречь денежки, но не относиться к ним так, что «А, моё, никому не отдам!» То есть регулировать тему жадности и транжирства. Очень важно помогать детям в этот день и чтить каких-то учителей, духовных деятелей. Юпитер очень сильно за духовность, за знания. И очень важно не отождествляться так сильно с каким-то эгрегором, что вот тут вот так вот, а там вот так вот. И критиковать чужие, можно сказать, вероисповедания. Потому что, в принципе, Бог единый. И я думаю, что особо большой разницы может не означать то, какими именем его называют. Это всё равно одна энергия. Просто у кого-то пошло так, что его называют так. Очень хорошо по четвергам проявлять помощь и брать покровительство над женщиной. Ну а также у нас Юпитер находится в рыбах, в Накшатре Утарапхадрапада. Это склонность к философии, принятию инсайтов, может быть ощущение опустошённости от благ материального мира. Поэтому может захотеться отказаться от всего и вся. Внутренняя доброта и желание помогать альтруистично, полностью потеряв себя. Потенциал дня Юпитер с раху в весах. Вполне возможно, ваш альтруизм может притянуть большое количество людей, с которыми вы будете находить общий язык. Ну, в целом, интересное сочетание. При этом это 20-й лунные сутки сознания единства. В этот лунный день завеса между реальностями поднимается больше обычного, благодаря чему всё способствует духовному росту, просветлению и самоисцелению. Символ этого дня – орёл. Иногда орёл с крокодилем хвостом. Это символизирует полёт. Это день открытий и откровений. Успешно любое общение, особенно если встречаются единомышленники. Также в этот день можно встретить единомышленников. Все благие цели в этот день легко достижимы. Но очень важно не размениваться на мелочи и не делать только то, что для вас неинтересно. Старайтесь акцентировать внимание на том, что важно в конкретный настоящий момент. Энергия этого дня способствует успеху именно в важных для вас делах. Подумайте, нет ли такого дела, которое вы давно откладывали? Может, вам не хватало решимости или уверенности? Сегодня у вас есть всё необходимое, чтобы наконец сделать это. Не откладывайте и ничего не бойтесь. И тогда всё пройдёт успешно. Для 20-го лунного дня можно сделать практику, которая прикреплена к видео. Луна находится в созвездии критика, которая благоприятна для любого рода проявления огня. Мы считаем, конечно, в позитивном ключе. Отказываться от старых привычек. Можно в этот день делать операцию оперативное внесение изменений. Это может быть как связано с телом, так и связано в какой-то договор, контракт, так и при ремонте. В этот день можно спорить и пытаться достичь истины. Готовить пищу хорошо. Шить, вышивать, бриться, стричься. Ну, включая четверг. Мне кажется, всё-таки Накшатра тут побеждает. Все действия связаны с использованием тепла, заботы, воспитания, честностью и искренностью. Благоприятное начало обучения. Игра на ударных инструментах. Хорошо делать маникюр или стричь волосы, потому что они будут хорошо расти. Хорошо делать операции, связанные с удалением. Очень благоприятно всё, что связано с огнём. Неблагоприятное общение, дипломатические действия, отдых и релаксация, активность на воде. То, что связано со спокойным принятием решения. И неблагоприятное начинание более важного характера. При этом у нас луна находится в овне, и ровно по полудню она будет менять знак на тельца. Аффирмации такие. Я расстаюсь с раздражением, отравляющим душу. Я направляю всю силу своего гнева в конструктивное русло. Я достигаю цели без напряжения и без потери душевного равновесия. У меня достаточно сил, чтобы добиться всего, чего я желаю. Я расстаюсь со своим страхом в пасть нищету. Я освобождаюсь от всего, что могло бы помешать мне жить в достатке. Я ценю и развиваю свои способности и находчивость. Я считаю себя человеком, достойным материального благополучия. Моя жизнь наполнена изобилием даров Земли. В качестве зрительного образа можно представить себе поток света, плавно превращающийся в красный огненный шар. Я желаю, чтобы этот день прошел у вас радости, легкости и великолепия.